Привет, Ютуба! Привет всем! У нас 10 часов вечера, а значит пришло время ночного дожора. Пора подкрепиться. Планирую приготовить мясную гармошку. Хочу показать вам, как ее делать. Давно наблюдаю за этим рецептом в интернете. Решилась тоже я приготовить такое же блюдо. Мне потребуется свиной карбонат. Именно карбонат не шейный, а тот, который я не люблю, сухой. Если я его не люблю, зачем я его купила? Естественно, потому что на него была акция. Мне будет нужен свежий помидор, чесночок и сыр. Лучше брать российский или нам привычный голландский сыр, который хорошо плавится. Я взяла сулугуни. Кто меня смотрит из тех стран, откуда сыр сулугуни, вы только не смейтесь, но это латвийский сулугуни. Я знаю, что он не такой. И опять-таки я его взяла, потому что была акция. Я планировала взять российский, но взяла этот. Приступаю. Мясо мне нужно порезать, но не прорезать. Оставить гармошечку. И, кстати, очень удобно, если планируем количество гостей. Сразу кусочки нарезал. Я брала половиночку от карбоната. Можно и целую взять. До конца не прорезаем. Да, у меня это будет так. Теперь мне нужно порезать помидор. Помидор буду нарезать не очень тоненько. Так, раз, два, три, четыре, пять. Ну, четыре, пять. Так, чесночок. Все это я буду закладывать вот сюда в прорезы. Начинка может быть абсолютно любая. Это могут быть баклажаны, грибы, шампиньоны, бекон. Все, что угодно. Кто-то добавляет майонез. Я не буду добавлять майонез. Что-то как-то я много чеснока начистила. Ну, нарежу пока три зубчика. Довольно большие. И порежу сырик. Ну, я считаю, что я нарезаю довольно толстые кусочки. Чтобы все-таки он там остался. Очень хороший вариант именно для карбоната. Потому что, как там шейку, я всегда беру шейку. И шейка всегда мягкая и сочная. Этот карбонат я беру всегда, только если есть акция и хорошая цена. Так я его не люблю, потому что он суховат. Этот вариант как раз очень удобен. Чтобы мясо не было сухим. Ну, в общем-то и все. Сырик. Я думаю, что начинка в мясную гармошку очень индивидуальна. Вот, наверное, кто что любит. И у кого что с чем сочетается. Может быть, кто-то смотрит и думает, господи, ну это невозможно есть. У меня чеснок, сыр сочетается всегда. Как и для сырного салата. Помидор у меня с чесноком тоже сочетается. Поэтому я буду готовить такой вариант. Чеснок тоже раскладываю. Уже 11 час. Я решила, что нужно поужинать. Ну да, как-то пора уже. У меня новая рубрика появилась. Называется ночной дожор. И помидорка. Все туда же. Почему я сказала, что мясо до конца не прорезаем? Вот где будет вкуснотища. Можно, конечно, если хочется все это еще полить майонезом. Но я не буду этого делать. Если уж ночной дожор, пускай хотя бы более-менее будет, ну хоть какой-то, не знаю, менее вредный, наверное. Мясо перекладываю на противень. Я постелила бумагу для выпечки. Так, гармошку смажу растительным маслом сверху. Если бы это был шейный карбонат, конечно, я бы его маслом растительным не смазывала. Но с этим простым карбонатом как-то мне будет спокойнее, если я его смажу маслицем. Жирка в нем не так много. И пока будет запекаться, чтобы он не подсох. Так мне будет спокойнее. Так, сейчас я буду его солить, перчить и приправами присыпать. Все у меня вместе. Это у меня была баночка перец с травами. Название не соответствует, потому что здесь есть, как я ее называю, мололка. Она мне очень нравится. Поэтому, если у вас остаются такие баночки, которые измельчают специи, не выбрасывайте. Я туда добавила крупную соль, черный перец, кориандр, зиру, розмарин и тимьян. У меня получилась вот такая вот смесь. Кто знает, я пользовалась ступкой. Ступка мне надоела. Она тяжелая, ее нужно мыть каждый раз. В общем, я считаю, что в такие баночки можно положить то, что нравится. И очень-очень удобно. И хорошо в том плане, что все уже на месте. Не надо отдельно перец, потом, я не знаю, там отдельно соль, потом еще что-то. Молодая картошечка. Та же самая смесь специй, которыми я приправляла мясную гармошку. Растительное масло. Как это на ночь без картошечки? Обязательно. Остатки масла никогда не выливаю. И дополнительно тимьян пойдет у меня на картошку. Также он известен как чабрец. Кому как, я считаю, что тимьяна с картошечкой запеченной много не бывает. Но на вкус и цвет. Всю эту красоту я поставлю в духовку на максимальную температуру. У меня максимальная температура 250 градусов. Убавлять не буду. Только уже, наверное, я думаю, спустя минут 40-50, если уже пойму, что все подрумянилось, сбавлю температуру, чтобы дать проготовиться дальше. Ну вот, у меня прошло 40 минут. Все отлично пропекается. Все отлично запекается. Сейчас хочу, выбрала, хочу перевернуть с другой сторонкой запекать. Не пожалела, что взяла именно сулугуни сыр. Очень хорошо он не растекается. Все выглядит просто отлично. Все, продолжаю запекать дальше. Итак, у меня ушло ровно 50 минут. Я надрезала снизу немножечко кусочек мяса. Посмотреть, готово ли. Картошечка запеклась. Она мягкая. Перекладывать я не буду. Для того, чтобы специально показать, я думаю, что видно и все понятно. И все это я присыплю зеленью, которую мы любим. Зеленый лучок, кинза, укропчик. Не удивляйтесь, что зелени много, потому что мы кушаем очень много зелени. Как бы считаем, что ее просто много быть не может. Какой совет хочу дать для тех, кто решится приготовить это блюдо. Естественно, даю совет для знающих хозяев. Что мясо мы начинаем готовить не холодное, а выбираем его заранее. Чтобы не было температурного шока и оно не стало жестким. И естественно, все, что запекаем, ставим уже в очень хорошо разогретую духовку. Желаю вам приятного аппетита, будьте здоровы, всего вам доброго!